Христианин всегда должен быть собранным и внимательным к своей душе. Посещение монастырей помогает нам в этом. Взирая на монашествующих, которые в праздники продолжают молиться и трудиться над своей душой, и мы сами укрепляемся в подвиге очищения своей души. Наши краснодарские коллеги побывали в женском монастыре в честь иконы Божьей Матери «Нерушимая стена». О жизни обители следующий сюжет. Иноческая жизнь всегда сокрыта от посторонних глаз. Вот и здесь понаблюдать, как трудятся сестры на послушаниях, не удастся. Каждое дело делается для Бога, и хвалиться своими делами здесь не принято. Все, что предстает взору зашедшего путника или паломника, — это здание храмов и келейного корпуса. Сама атмосфера тишины, спокойствия, отсутствие спешки настраивает здесь душу жителя большого города на иной лад. Подоспело время вечерней службы. Теперь уже можно увидеть и сестер обители, занятых главным делом — молитвой. Особенно проникновенно звучит монастырское пение. Ни один профессиональный хор мастеров вокального искусства не сможет исполнить церковное песнопение так, как это получается у насельников иноческих обителей. Здесь молитвой живут, всем сердцем понимают ее предназначение. Мы попали на Акафист иконе Божьей Матери «Нерушимая стена», покровительнице обители. Чинно стоят сестры на молитве, невесты Христовы перед своим небесным женихом. Каждый вечер после совершения молитвенного правила насельницы вместе с батюшкой совершают крестный ход по территории обители. Во главе игумения монастыря — Матушка Зосима. Благословена ты, Жена, и благословен Божьей Матери. Крестный ход неизменно совершают с пением архангельского приветствия Божьей Матери, первой монахини по утверждению святых отцов Православной Церкви. Нам повезло попасть и в расположенный в нескольких километрах от Абширонска Свято-Троицкий скит монастыря. Основали скит в живописных местах станицы Шерванской. Пока здесь только ведется строительство. Но зато есть источник, уже почти готовы купели для погружения. Источник будет посвящен святому предтече и крестителю Господню Иоанну, проповеднику покаяния. А чуть выше заложен фундамент для строительства Свято-Троицкого храма. На территории подворья стоит огромный вековой дуб, на корнях которого можно даже присесть и отдохнуть. Дуб удивительным образом напоминает мамврийский, тот самый, где святому праотцу Аврааму явилась Пресвятая Троица в образе трех ангелов. Потому скит и храм обители посвящены Пресвятой Троице.